МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этот раз в список попали 43 объекта в районе станции метро Петровско-Разумовская, Савеловская и Каширская. Это уже третья ночь так называемых длинных ковшей в российской столице за этот год. Пьян значит глуп. В российском ГИБДД предложили ввести тестирование для нетрезвых водителей на основе немецкого опыта, пишут из Вести. На дополнительную медицинскую проверку будут отправлять нарушителей, которых неоднократно улечили в нетрезвом вождении. Таким рецидивистам сперва придется оплатить и пройти курс занятий с психологом, а потом сдать тест и доказать, что он способен мыслить здраво. В случае провала водительское не вернут. Российская газета рапортует, в стране готовы первые четыре исправительно-трудовых центра. Это альтернатива колониям общего и строгого режима. Они начнут работать в новом году и примут около тысячи осужденных, которые совершили незначительные преступления. Задача новых учреждений перевоспитать оступившихся через труд. В исправительных центрах есть телефоны и интернет, однако действует жесткий внутренний распорядок.